Ранняя диагностика – залог успешного лечения, говорят врачи. Своевременно выявить ряд опасных заболеваний можно благодаря диспансеризации. Более 173 тысяч жителей Верхнего Лжи в этом году прошли обследование. Кому необходимо пройти диспансеризацию, какие медицинские процедуры он в себя включает и как её пройти, выяснил наш корреспондент. Сахарный диабет, хронические болезни лёгких, начальные стадии, онкологии и многие другие заболевания можно своевременно выявить и успешно вылечить благодаря диспансеризации. Она показана гражданам раз в три года, от 18 до 39 лет и раз в год после 40. Как говорят врачи, большинство пациентов, проходящих диспансеризацию, старше 50. Проходит ежегодное исследование и тверичанка Элла Солошенко. Переболела ковидом два раза. Первый раз тяжело, перенесла, лежала в больнице. Второй уже полегче. Есть некоторые последствия. Таким пациентам проверить здоровье просто необходимо, причём независимо от возраста, говорят врачи. В рамках диспансеризации предусмотрен ряд обследований и лабораторных исследований. Осмотр врачом, анкетирование, антропометрия, электрокардиограмма, флюорография, клинический анализ крови, биохимический анализ крови. По результатам исследований врач принимает решение о направлении пациента на дополнительные исследования или на дополнительную консультацию к тому или иному специалисту. Женщина проходит ещё и маммографию, осмотр гинеколога. Очередей нет, несмотря на то, что желающих достаточно. Так в день проходит ЭКГ около 40 человек. Кому-то это даже спасло жизнь. ЭКГ покажет работу сердца, пульс, ритм, какие-то патологии. Благодаря диспансеризации у нас был выявлен обширный трансморальный инфаркт мужчине. Он был срочно госпитализирован в четвёртую больницу. Диспансеризация делится на два этапа. Первый можно пройти всего за один день. Занять это может всего несколько часов. Второй чуть позже. По результатам лабораторных исследований мы направляем людей на второй этап диспансеризации. Это и УЗИ вен нижних конечностей, может быть, эхокардиография кому-то нужна. Всё это решает доктор после получения результатов исследований. Для некоторых категорий пациентов нужна углублённая диспансеризация. Это расширенные обследования и анализ крови. Возможностью подробнее обследоваться воспользовались более 20,5 тысяч граждан. Рекомендуют её пройти тем, кто перенёс коронавирус. Записаться на диспансеризацию можно в регистратуре поликлиники по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Кстати, работодатель обязан предоставить работнику выходной.